Какого чёрта мне сюда... Появился, значит, в зоне чёрный сталкер и говорит Всё, снежки, зона теперь другая Нас теперь спонсирует мистер Гейтс И вообще времена другие нынче Толерантные А вам, если не нравится, сгиньте в аномалиях Ну, мужики на него посмотрели, подумали и говорят Хлопцы, кажись, настали тёмные времена Эх, сталкер, сталкер Если честно, я немного боялся делать это видео Не только из-за того, что мне может пролететь фейковый страйк от поехавших дурачков Но и потому, что отношение ко второй части сталкера в данный период времени у многих людей, скажем так, неоднозначное Комьюнити этой игры адово трясёт последние пару лет по понятным причинам Но потом я подумал, да какого чёрта, дизлайки, срач в комментах, это же отличный актив Так что всем респект, братва С вами Радио 120 Гигамайт И я думаю, что пришло время наконец поговорить об игре Которая с одной стороны поджигает жопы и порождает споры А с другой дарит надежду и ожидаемо многими Я, конечно же, говорю о Сталкер 2 Новой части легендарной франшизы Недавно разработчики из JSC Games опубликовали длинный ролик с новым геймплеем и комментариями И я наконец созрел, чтобы обсудить с вами не только новый геймплей, но и то, какую роль серия Сталкер играет в индустрии игр Какие лично у меня отношения с этой серией А также, конечно же, обсудим все скандалы, связанные с игрой с момента её анонса И попробуем разобраться, чего же нам ждать от Ждалкер 2 И вообще, Ждалкер ли это ещё или уже не Ждалкер? Да вообще, честно говоря, я уже никому не верю и ничего не жду А перед этим по классике я быстренько вам напомню, что у меня есть твич-канал, где стримы проходят каждый день А также телеграм-канал, где я публикую различные новости и просто там что-то интересное Ссылочки на всё это в описании Подписывайтесь скорее, пока ютуб не заблокировали А мы с вами наконец начинаем, погнали Давайте начнём с того, насколько Сталкер влиятельная франшиза И почему так много шума вокруг него На самом деле, популярность Сталкера для стран постсоветского пространства легко объяснима Это была одна из первых довольно крупных серий игр, события которой происходили в такой привычной для нас обстановке Легендарные железнобетонные заборы ПО-2-1, панельки, брошенные зилки и уазики Разговоры бандюганов, которые напоминали такую родную речь гопника из соседней подворотни Мля, хавать охота, блин, на кармане в натуре голяк Всё это отзывало с теплом в наших сердцах и помогало погружению Для постсоветского человека это был новый уровень реализма Ибо мир вокруг казался таким знакомым Не то, что эти всякие Вайсити, Либерти Сити с ГТА Тут всё было наше, родимое Речка, небо голубое Это всё моё, родное Однако Сталкер был популярен далеко не только на просторах постсоветских стран Но и на Западе Что легко можно понять по количеству отзывов в Стиме, написанных на иностранных языках Сеттинг Сталкера для западного игрока был необычным и интересным Это помогло встать игре в один ряд с такими франшизами как Fallout, например Сами понимаете, без популярности на Западе Майкрософт вряд ли взялись бы за издание второй части И влияние серии Сталкер было не только в творениях постсоветских разработчиков Понятное дело, что серия Метро от украинской Forer Games во многом черпала вдохновение у Сталкера Особенно если брать последнюю часть Метро Эксодес И да, понятно, что в том же Escape from Tarkov были отголоски атмосферы Сталкера Но вдохновлялись им в том числе и поляки из студии The Farm 51, создавшие Чернобилайт Мне даже кажется, что американские Ironwood Studios, создавшие недавнюю Pacific Drive Тоже во многом ориентировались на Сталкер Сам же я познакомился со Сталкером гораздо позже большинства Уже на своих стримах Дело в том, что когда выходила популярная трилогия игр Я был занят другим своим увлечением, музыкой И на игры у меня совсем не было времени Поэтому только в 2019 году я решил наверстать упущенное и прошел все три части Сталкера на стримах И именно поэтому я лишил ностальгического момента в восприятии серии Именно поэтому я смело могу сказать, что Сталкер так-то довольно кривая игра с ужасной стрельбой Но такая атмосферная и душевная, что в принципе ей все упрощает Однако пройдя не без удовольствия, но и не без боли все части Сталкера Я не могу причислять себя к фанатам игры Я, например, даже не пошел качать миллионы фанатских модов Мне вполне хватило оригинальной трилогии Вообще, если говорить про комьюнити фанатов Сталкера, то ему подойдет одно емкое слово Ебанутые Причем это как в плохом смысле, так и в хорошем В плохом, потому что некоторые поехавшие фанаты срутся аж с создателями серии Кидают фейковые страйки от лица разработчиков Воруют сборки и документы по игре Ну это просто пиздец Я даже не знаю, у меня нет слов других, как сказать Ну просто пиздец Конечно же, в срача в комментариях под видео или постах об игре хоть отбавляй Причем на совершенно разные темы, которые мы затрагивать не будем Ну а если кто-то очень хочет, то я приглашаю в комментарии под этим видео Однако есть и по-хорошему ебанутые фанаты Например, фанатская комьюнити мододелов Которая сумела уже и починить игру И переделать ее под современные реалии Обновив графику, стрельбу Кроме всего этого, они добавили кучу игровых возможностей К новой квесты В общем, комьюнити у меня отношение такое двоякое Но рассуждаю о серии, я все же не как ее фанат или ярый поклонник А просто как любитель хороших компьютерных игр А так-то всем давно понятно, что эти геймеры Ничтожество, говнюки, яблоны, отморозки, задроты и долбоебы Это шутки все, если что Можете меня ненавидеть Короче, при всей устаревшисти и несовершенстве трилогии Сталкер игра все-таки хорошая Как бы я ни страдал от багов и стрельбы, проходя оригинальную серию Я все равно получил колоссальное удовольствие И поэтому, когда анонсировали вторую часть Сначала я был рад Но вспоминая, что это за игра На ум приходит та самая фраза Которая популярна последние пару лет Здесь очень неоднозначно, чувак, ты не понимаешь Сейчас я попробую объяснить мое неоднозначное отношение к игре После первых трейлеров Анонс игры был довольно скромный Он состоялся в июле проклятого 2020 года И тогда нам особо ничего не показали Самый первый трейлер был обычной демонстрацией различных локаций игры Геймплейной же демонстрацией пришлось ждать еще целый год И вот в 2021 году, в июле, нам показали первый геймплей И вот как бы вам описать мои впечатления? Не очень! Дело в том, что геймплей явно был постановочным рендером А даже если бы и не был, то радоваться тоже было особо нечему Отвратительные анимации стрельбы отсылали к предыдущим частям серии Как будто бы Джесси Геймс никакого прогресса тут нам показать не могли Из-за постановочности и общей нереалистичности этого так называемого геймплея В графон как-то тоже мне особо не верилось Но о нем мы поговорим чуть попозже А вообще местами этот геймплей был похож на какую-то нелепую рекламу мобильных игр Короче, первый геймплейный трейлер ну вообще никак не впечатлил Позже показали еще несколько трейлеров, качество которых тоже как-то напрягало Все было каким-то странным что ли Однако, я все-таки понимаю, что такое маркетинг И понимаю, что не всегда люди за него ответственны и хорошо выполняют свою работу Поэтому я не сильно расстраивался, прекрасно понимая, что через пару лет разработки Все может поменяться и нам покажут наконец настоящий геймплей игры Однако, конечно же, я тогда не мог и предполагать, что в эти изменения входит отмена русской озвучки Да-да, в феврале 2022 год попросил подержать его пиво, дабы показать 2020-му, что в этом мире все может быть еще хуже Вследствие чего разработчики Сталкер 2 решили отказаться от русской озвучки Я знаю, эта тема для многих больная и я бы не очень хотел ее затрагивать, потому что, ну, бурление говна нам вызывает очень большое Но все же я считаю, что стоит тут кое-что прояснить Многие не знают, и для меня это было сюрпризом, что русская локализация в игре будет Будут субтитры и текст, не будет только русской озвучки И да, я понимаю, это грустно, потому что вот я в детстве играл, такая классная озвучка родная Я знаю, все мы будем по ней скучать, но давайте вы не будете удивляться тому, что украинская студия отменяет русскую озвучку Меня политика не интересует Уж кого угодно вы можете в этом винить, кроме как GSC Games Кстати, вон Baldur's Gate 3, тоже нет русской озвучки, почему там никто не багуртит по этому поводу? Короче, в Сталкер 2 есть локализация текста, и это уже хорошо Я вот вообще спокойно поиграю на украинском, дабы чувствовать колорит Вам же, если прям так больно слышать мову, предлагаю играть на английском с русскими субтитрами Как в большинство игр, которые сейчас выходят И, конечно же, побугурчит, я всех снова приглашаю в коммент Да будет срач! Да будет срач! А мы давайте с вами вернемся из 2022-2024, где, после нескольких переносов и не самых внятных киношных триллеров Нам, наконец, показали свежий геймплей Сталкер 2 И вот на основе этого геймплея можно уже сделать выводы по поводу того, чего же нам стоит от игры ждать Геймплей также снабдили еще и комментариями разработчиков, в которых они поделились своими впечатлениями от разработки игры и новыми ее особенностями В частности, большой упор этих комментариев делался на свободу действий и исследования открытого мира Мир обещает очень большой, скучно локальных проблем, которые предстоит решить нашему главному герою Сама презентация длится аж 35 минут, и давайте обсудим, что же нам показали и рассказали Ну и первое, что бросается в глаза сразу же, это даунгрейд графики Вот только в этом нет ничего удивительного Я понимаю, у многих просто свежа рана после легендарных обманов Ubisoft, но это совершенно другой случай Тут даунгрейд графики это не обман разрабов, типа вот обещали будет так, а сделали вот так Игра еще не вышла, тут это просто оптимизация игры под консоли и ПК послабее, чтобы добиться более высоких продаж Помните, что эту игру спонсируют Microsoft, а у них есть Xbox Series S, где сталкеру неплохо бы сносно работать Так что тут упрощение графона это естественный путь от концепта игры к ее реализации И перед тем, как я начнусь орать в комментариях про то, что я несу полную херню, я уточню еще раз Имею в виду те случаи, когда разработчики показали этот даунгрейд до выхода игры И конечно обман от Ubisoft мы никогда не просим, но разница в том, что там в рекламных материалах была одна графика, а на релизе другая Тут же даунгрейд показали уже в новом геймплее, чтобы мы все с вами его увидели Вы не поверите, но даже всеми любимой и уважаемой Ведьмак 3 тоже подвергся в свое время даунгрейду графики Так что это обычное дело, не стоит по этому поводу бугуртить Наверное очень глупо, что я прошу постоянно не бугуртить по поводу сталкер 2, там в любом случае жопой горят у всех Короче, я думаю, что те, у кого слабые ПК, вообще должны порадоваться И вот вам мой дружеский совет, если вы наивно облизываетесь на все трейлеры игры и другие рекламные материалы Снимите, пожалуйста, розовые очки и спускайтесь на землю, ведь это просто маркетинг Вокруг сплошное наебалово К тому же, если говорить о графике не опираясь на предыдущие трейлеры, она все еще выглядит неплохо Отличное освещение, фирменная атмосфера на месте Особенно порадовали локации из предыдущих частей в новом графоне Выглядит прям очень круто Да, заметно, что окружение по сравнению с первыми трейлерами чутка потеряло в детализации Однако ничего сверхдраматичного тут нет, графон выполняет свою функцию так, как должен Анимации тоже приятные, другой вопрос тут оптимизация, но о ней мы поговорим попозже Из того, что не понравилось, интерфейс Он какой-то, не знаю, детский что ли, несерьезный, немного выбивает из атмосферы И больше подходит предыдущим частям серии, а не игре 2024 года Ну давайте на минуточку перестанем быть графодрочерами и поиграем в искушенных геймеров Обсудим с вами геймплей игры Тут нам снова обещают большой прогресс по сравнению с предыдущими частями Во-первых, как я уже говорил ранее, обещают больше свободы отыгрыша и исследования мира То бишь РПГ составляющая игры вроде как будет серьезно прокачана, что не может не радовать Разрабы также не стесняются заявлять, что весь контент игры за одно прохождение у нас увидеть не получится Ибо решения игрока сильно влияют на происходящее в самой игре и ее концовку Так что реиграбельность у Сталкера 2 должна быть высокой Во-вторых, свободное исследование тут обещают прям как в Скайриме Можно будет лазить по зоне, находить приключения, узнавать ее тайны Открытый мир вроде как бесшовный и пойти можно будет куда угодно без ограничений Всего в игре будет 20 локаций, которых можно назвать биомами Ибо у каждой из локаций свои особенности, свои враги, своя архитектура, свои аномалии и так далее Помимо старых и узнаваемых локаций будут и новые Кроме того, откроют те локации, которые присутствовали в предыдущих играх серии, но были закрыты для игрока Элементы выживания в игре тоже присутствуют И хоть я лично небольшой фанат этих элементов в РПГ играх, например в Скайриме, я вообще этого не понимаю Однако в Сталкере они очень в тему из-за атмосферы и сеттинга Так что готовимся пить водочку от радиации и заедать колбаской Думаю для вас не секрет, что одним из важнейших элементов геймплея серии Сталкера является, конечно же, стрельба И если говорить про оригинальную трилогию, это была ее слабая часть И один из главных лично для меня вопросов, сможет ли GSC Games улучшить стрельбу и сделать ее интересной и современной в новой части И проблема тут в том, что по геймплейным трейлерам всегда довольно сложно оценить, хорошая ли в игре стрельба или нет Тут надо самому щупать Плюс в презентации геймплей был записан при игре с богомерзкого геймпада, так что судить о стрельбе становится еще сложнее Однако, если все же попробовать, то выглядит она довольно-таки неплохо и значительно современнее, чем в предыдущих частях Да даже лучше, чем в самом первом, так называемом, геймплейном трейлере В игре обещают более 35 видов оружия и кастомизацию, которая будет кардинально влиять на поведение оружия Типа одна пушка с разными обвесами будет играться тоже по-разному Саму кастомизацию, правда, нам не показали, что не может не расстраивать Тут тоже остается надеяться, что она будет современной и интересной Кстати, как раз большое количество обвесов для пушек мы и будем искать с помощью исследования игрового мира Ну и напоследок, в игре не будет стандартной прокачки, нет традиционной системы уровней Предполагается, что качаться игрок будет, улучшая свое оружие, копировку и просто набираясь опыта Ты ему про аномалии, он тебе про хабар Ни о чем думать не хотят, кроме бабок И вот сейчас вы, наверное, все это слушаете и думаете, блин, как-то все это слишком хорошо звучит И да, это так, поэтому я в очередной раз напомню, господа, любые презентации, трейлеры и другие рекламные материалы Это всегда маркетинг Речи разработчиков заранее прописаны, в них расставлены привлекательные акценты Чтобы потенциальный потребитель заглотнул наживку и купил игру Поймите, это неплохо и нехорошо Так что ничего личного, Сонни, только бизнес Я не утверждаю, что разработчики нам все врут и на выходе игра будет дерьмовой, нет Просто сохраняйте холодный разум и не ведитесь на все, что вам обещают и рассказывают В свое время мне это помогло избежать разочарования в Cyberpunk 2077 И пока я кайфовал от игры, многие поливали ее говном, потому что слишком повелись на рекламные обещания Что-то там себе навыдумывали, а получили совершенно другой продукт И вот какие же проблемы у Stalker 2 могут быть? Прежде всего, я практически уверен, что будут проблемы с оптимизацией Я очень надеюсь, что ошибаюсь, но посудите сами Во-первых, GSC Games за пароль в 2016 году, выход третьих казаков, как раз-таки плохой оптимизации На игру было куча жалоб Во-вторых, Microsoft тоже уже не гарант качества Вспомните, например, Redfall Да и положа руку на сердце, в оригинальной трилогии техническая часть тоже хромала Конечно, может случиться чудо И вдруг GSC Games все-таки проработали этот аспект И игра будет оптимизированной Однако я бы все же на это не рассчитывал Пусть, если это и будет, то будет приятным сюрпризом Теперь насчет переносов Stalker всегда был Stalker Игру уже перенесли несколько раз И несмотря на то, что нам вовсю показывают геймплей Еще один перенос вполне себе может случиться Вспомните, опять же, тот же Киберпанк, который перенесли, когда игра уже ушла на золото А тут Stalker собственной персоны Ну ему прям сам бог велел И да, я, конечно, тоже надеюсь, что еще одного переноса не будет Но опять же, сильно губу, ребята, не раскатывайте И поймите меня правильно, я не пытаюсь сейчас сгущать краски Я просто пытаюсь охладить ваш разум С игрой на самом деле все может быть и очень хорошо Вот, например, на Gamescom 2024, которая недавно прошла, была доступна публичная демка В нее поиграли и игру хвалили Сказали, например, что на Xbox Series X 60 FPS и техническая часть вообще не хромает И вот я надеюсь, что и на ПК оптимизон не забудут Плюс давайте не будем забывать, что в этот раз у игры довольно достойный бюджет и есть поддержка Microsoft И все это может сыграть позитивную роль У этой игры огромные масштабы Только игры в их катсценно снимали более чем на 3 часа Так что вариант того, что игра отлично себя покажет, сразу на старте, я тоже допускаю Но опять же, поживем, увидим Что на роду написано, так оно и будет И в заключении, отвечая на вопрос Так стоит ли вообще ждать S.T.A.L.K.E.R. 2? После всех этих проблем, скандалов, отмены русской озвучки, переносов, даунгрейды графики И мой ответ, однозначно да Несмотря на все перечисленные проблемы, у нас есть довольно высокий шанс Получить отличное приключение в зоне отчуждения с фирменной атмосферой Проблемы бывали у многих игр, и их часто со временем правили Просто будьте к ним готовы И всегда сохраняйте холодный разум Но не надо ударяться в тупой хейт Такого достойно только смута А S.T.A.L.K.E.R. все же для многих действительно легендарная серия Она отзывается теплотой в сердце И пока какие-нибудь XBT продают своей аудитории хейт игры Я все же жду ее с надеждой, что смогу провести много приятных часов в этой игре И что S.T.A.L.K.E.R. 2 подарит мне приятные воспоминания О моем увлекательном приключении Такие же воспоминания, которые у меня есть о приключениях из первых частей игры Спасибо всем, кто досмотрел до конца Не забывайте сраться в комментах Также подписываться на канал, подписываться на Телегу Подписываться на Твич, Дискорд Ссылочка на все это в описании В закрепленном комментарии тоже ссылочки есть А на сегодня это все С вами был Марадер, что 20 гигабайт Жестких всем респектов и хороших игр Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok